Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 декабря, день Прокла, назван в честь святого Прокла, епископа Константинопольского. Он был учеником святого Иоанна Златоуста и сподобился видеть, как святой апостол Петр в дивном видении тайно беседовал на ухо со святым Иоанном. А было это так. Вставший с постели, Прокл подошел к дверям спальни патриарха. Через дверную щель он увидел, что Иоанн сидит и что-то пишет. А святой апостол Павел, проник к нему за спиною и, нагнувшись к его правому уху, что-то говорит ему. Сегодня было распространено в народе вот такое поверье. В морозные дни, чтобы не замерзнуть, темные силы уходят под землю. Но сегодня, несмотря на стужу, нечисть может выскочить из-под земли в любой момент и навредить человеку. Поэтому были распространены защитные заговоры, которые произносили. Например, на Прокла нечисть проклинай. Молились святому Проклу, осеняли себя крестным знамением, просили о том, чтобы нечисть никого из домочадцев не беспокоила. В этот день даже вентиляционные отверстия в избе заранее преграждали палочками или лучинами, чтобы через них нечисть не проникла в дом. Когда ставили защиту в виде палочек, для ее усиления произносили специальный заговор. С этого дня устанавливался санный путь. И опять же, молились святому Проклу, чтобы была удачная поездка. Приметы На Проклоне жди от дороги прока. В путь соберешься одна морока. Если сегодня снег пойдет, то 3 июня будет дождь. Сильный снег пошел сегодня ранним утром, днем будет ясно и солнечно. Если сегодня поленья трещат в печи, это к морозному дню. Если высоко в небе перисты облака длинной полосой изогнулись, это к метели. Возливайте уже тогда. Как? Ну, в общем, теперь мы за здоровье, за здоровье наших зрителей давайте выпьем. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Да. Ну как? Потрясающе. Это как вот, смотри. Куля, мы с тобой пили чай. Вода вроде полезная, но опять-таки с позиции воды теперь возьмем. Оказывается, каждое растение, как и мы, защищается против микробов и бактерий, вырабатывая особые вещества, которые находятся в воде. Как в нашей крови находятся антитела, которые все это там подавляют, лекарциты. Так точно и здесь. И вода обладает уже как, действует как антибиотик. Морковь, яблок, тыквы. А какой ты хороший вкус? Прикус, да, да. Вот, вот, вот. А вот это вот пена там внизу? Пену можно уже не использовать. Пена говорит о том, что просто-напросто, сколько там вот этих вот пектина, сколько такой нежной клетчатки, которая... Ну, в самом деле, пена очень вкусная на самом деле. Вот, очищает наш организм и еще там какие-то сахара. А вот эти вот пигменты, которые содержатся, они чистят кровь и печень, чтобы вы знали. Ну, вот сколько, хотя бы раз в день, да, делать такой сок себе? Если человек тренируется, то, естественно, вот такой бокальчик бы желательно после тренировки выпивать. Почему? Потому что потренировался, с потом вышли там необходимые организмы микроэлементы и прочее-прочее биологическое активное вещество, то еще полезно. Чтобы их восстановить, да, шикарно. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, как правильно. Спасибо, Геннадий Петрович. Так, кстати, эта вода не задерживается в организме. Она проходит через организм и выводит все лишнее. То есть она нас снабдила и не вызывает амнений, 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 амнений. Да вот что скажете насчет выносливости. Как выносливость спортсмену повысить. Я как бы традиционно думаю, что это только за счет тренировок. Вот я занимаюсь боксом, но сейчас уже на таком, на совсем на любительском уровне. Но тем не менее, если я пропустил там месяц тренировок, то я потом мне очень тяжело. Вот можно это, допустим, я не тренируюсь, поддерживать это, допустим, там питанием, не знаю, каким-то там дыханием. Здесь задача подразделяется на несколько составляющих. А именно, выносливость действительно, как и другие физические качества, там сила, гибкость, они зависят от тренированности человека. Человек должен тренироваться, если он не тренируется, организм, как правило, сужает свои возможности до тех движений, тех усилий, тех временных напряжений, которые он делает повседневно. То есть, если он лежит на диване часа три, то зачем ему выносливость? Зачем ему выносливость? Точно. Вот, поэтому здесь необходимо заниматься. Но, следующее, все физиологические реакции у нас лучше всего протекают в среде, которая более чистая. Если имеются какие-то шлаки. Человек есть не тот. То есть, здесь очень важно понимать, что сама по себе пища является балластом. Она может просто-напросто балластом быть, который ты должен тягать. А может быть, это живой вес. Живой вес это совсем иное. Так же? Наверное. То есть, 10 килограмм жира, только вот балласт. Да. А представьте себе, в 10 килограммах жира еще шлаков, которые организм туда напитал. 20 килограммов, да. Да, зачем это надо? Естественно, организм сразу снижает свои вот эти вот все возможности. Как только мы с вами водичку почистили в организме с помощью соков, с помощью питания, у нас сразу же, только за счет этого, выносливость возрастает и держится на хорошем уровне. И плюс мы еще добавляем это, и получается великолепный результат. И, кстати, я помню. То есть, надо все-таки следить за питанием, за тем, что мы пьем, едим. Как бы это тоже все повышает выносить. Соль лишнюю не надо, да? Соль лишнюю не надо. Здесь очень важно привести пример. А именно, вот алмаз и уголь, они состоят из углерода, элемента. Но алмаз имеет энергетику и светится, а уголь в виде углерода, он, увы, ничем таким не обладает. Он просто-напросто темный. То есть, для того, чтобы человек имел хорошую энергетику, он свои, вот эти все структуры, должен приблизить к алмазоподобному состоянию. И тогда на нем он выдает то, что надо. Понятно, да, хорошая аллегория, да? Если же, вот эти полупроводники, смотрите, они плохо проводят ток. Вот, посмотрите, мы можем сделать, по которому проводник, по которому течет ток. Это, допустим, железо, это медь, это серебро, это золото. И оказывается, наиболее лучше вроде как по платине он идет. Поэтому наша задача сделать платиноподобное тело. Тогда оно будет хорошо пропускать энергию, не знать усталости и двигаться вперед. Поэтому надо соблюдать питание. Питание должно не обременять организм. И мы подошли к очень интересным таким вещам. А что такое вообще тело? И что такое пища? С позиции вообще жизни, с позиции здоровья. Оказывается, вот она душа, такая духовная субстанция, которая воплощается и делает под себя тело. Душа будет жить в московской области. И значит, все растения, которые выросли в московской области, там, зверюшки и прочее, прочее, они, поедая растения, растения выросла на почве, которая здесь, на освещенности, которая в этом регионе и так далее, и так далее, на климате. Она впитала все себе эти составляющие. Животное тоже поедает, впитает все составляющие. И когда мы питаемся продуктами с этого региона, мы строим тело, которое приспособлено лучше всего проживать в этом регионе. А когда мы бананы едим оттуда, там, допустим, еще какие-то вещества отсюда, у нас, получается, тело мы строим под Америку, под Африку, под Индию. А как же здесь вот эти все влияния климатические, и тело становится чужеродным и начинает болеть. И настянет на юга, настянет за границу, полежать, да, в Турции. Поэтому, чтобы этого не было, постарайтесь хотя бы, ну, основная баха, вещь была, из этого, тогда вы станете частицей этой среды, и как частицы этой среды, идеально в нее впишетесь, и болеть не будете. И как просто. Да, здорово, здорово, да. То есть, это должна прослужиться логика. Ну да, потому что мы живем в этом климате, а едим те продукты, допустим, то мы к этому климату оказываемся неприспособлены, и поэтому часто болеем. Почему нам хочется сала зимой? Потому что, когда сала зимой, в первую очередь, соль разогревает, вторую, жир меньше тела высыхает, больше она защищает нас. Да, да, от морозов. От мороза, поэтому нам хотим этого, не хотим. Зимой хочется сала с горчицкой, с кремом, съели и нормально. Попробуйте на бананах там продержаться зиму суровую. Ну да, да, и я, и совершенно верно, когда мы бываем там в южных странах отдыхаем, то сала не хочется. Я ни разу не помню, что мне там захотелось сала. А здесь, наверное, хочется сала. В Испании, да, или в Средиземноморье. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok